Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение Торы, недельная глава Ницалим. И очень интересное слово есть, вернее выражение целое. Предлагаю вам сегодня жизнь или смерть. Значит, жизнь и добро или смерть и зло. Два варианта. Всевышний просит выбрать жизнь. Выбери жизнь. Жизнь это исполнение заповедей моих, которые заповеды вам сегодня Всевышний нам пишет. А смерть это идти наперекор. Наперекор Торе, наперекор Торе заповедям. Ведь мы же взяли на себя Тору. Мы же сами согласились на союз со Всевышним. А то, что мы пообещали, это уже надо выполнять. И тогда у нас будет все хорошо. К чему это приводит? Мы должны все время выбирать между добром и злом. Смотрим на братьев. Сыновей Якова. Иосиф морально издевался над братьями. Он был красиво одетый, потому что отец его выделил, у него одежда красивая. И он все время рассказывал им какие-то сны и наговаривал о братьях отцу. В общем, морально он их довел. Естественно, какая-то реакция должна была быть. И десять братьев продают Иосифа. Когда мы смотрим дальше, что происходит, то мы узнаем, что Иосиф их умолял, бросался и в ноги, чтобы они его не убивали, не продавали, не бросали в яму. Но они себя пересилили. Они решили, что имеет право с ним так поступить, вплоть до смертной казни. Они решили, что это суд. По закону они сделали правильно все. Десять человек, Миньян. Вот они решили, что силой Миньяна не имели право его осудить за то, что он их оговорил перед отцом. Он говорил, что братья режут некошерно животных, хотя это было кошерное. По еврейскому закону, когда Шохет перебивает пищеводы трахею животного, оно уже считается неживым. То есть его уже можно считать неживым. Это уже оно зарезано. А вот по другим законам, по нееврейским, если животное еще в каких-то конвульсиях, оно еще не считается зарезанным. Вот они за эти конвульсии и сказали, что они ели от живого животного. Так Йосиф говорил отцу. Это было неправильно. И он был в этом виноват. Потом он говорил, что они были виновны в том, что они прелюбодействовали женщинами, которые приходят к ним покупать. Ихние продукты, урожай, которые они собирали там. И это было тоже неправильно, потому что приходили эти люди, смеялись, улыбались, разговаривали. Но он считал, что это уже прелюбодение. Он это отцу говорил, это неправильно. А это считается тоже серьезное преступление. И в общем, по закону они его так вот решили. И раз он хотел, чтобы их приговорили за это, к суровому наказанию, то и он это заслуживает. Вот они и решили его в конечном итоге продать мидеритянам. И он их умолял, ничего не подействовало. То есть они в данном случае порешили делать зло. Как мы знаем из дальнейшего повествования. То есть Иосиф говорит, то если они и решили сделать зло, то это Всевышний решил, что это все равно в конечном итоге получится добро. Вот так вот. То есть у них была свобода выбора. И конечно можно себя уговорить и объяснить с помощью Торы, что вот так-то, 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 что я прав, потому что в Торе написано вот заповедь, вы ее надо понимать так, так. Можно так поставить слова Торы, что будет на первый взгляд все правильно. Но на самом деле, на самом деле, Рамбам пишет. Человек может быть злодеем в рамках Торы. То есть человек может, пользуясь знанием Торы, совершать преступление, быть злодеем. Вот. И мы должны это понимать. И выбирать то, что Всевышний просит. Выбери жизнь. И чтобы тебе было хорошо, и детям твоим, и потомкам всем после тебя. Потому что мы знаем, если мы делаем что-то не так, то страдают наши дети, внуки, правнуки. До третьего и четвертого поколения страдают. То есть если наши дети потом что-то сделают не так, то им прибавляются наши грехи. Или наши внуки, даже правнуки. Наши грехи прибавляются. Бывает, два человека совершили что-то неправильно. Один страдает сильно, другой не сильно. То есть у того есть заслуга его отцов, что они меньше что-то творили. Посмотреть с другим человеком. Так тоже бывает. Мы это видели, например, царя Минаши. Его папа был Хисхиягу, величайший праведник. И Всевышний его терпел заслуги отца очень много времени. Он вообще 52 года был царем. Хотя был злодеем. Совершал преступления. Превзошел к Найонеев, видела поклонцы. Но заслуги отца сыграли свою роль. И мы должны думать о наших детях, как они будут жить, если мы сейчас накопим много грехов, насколько им будет тяжелее это. И наша задача выстоять. И выбрать жизнь и добро. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Эфим, Самуил бен Керш, Память Юрия бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бен Клара, Шимон бен Эсхак, Борис бен Мария, Шимон бен Мира, Анна бен Ривка, Полина Перв бен Соня Сура, Лена бен Клара, Фаика бен Берта, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен Софья, Двойра бен Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Мазл Парнаса Сгула, Ирина Батури, Аронаре бен Рин, За хороший шедух Аронаре бен Двойра, Денис бен Ахум, Альгаль Бацара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Вот еще за здоровье, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Инна бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Всем браха параса кавана, Мазл Тов, что мы это время не грешили, Читали Тору, учили, Всем всего самого на лучшего, Желаю всем крепчайшего здоровья, И всего самого наилучшего, И до следующих встреч, шалом! Субтитры сделал DimaTorzok,